Субтитры подогнал «Симон» 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 В 2007 году Министерство по делам воссоединения планирует обсудить с представителями Пхеньяна вопросы ремонта и модернизации таких центров, находящихся в КНДР. Ремонт и модернизация центров стали разрушены. Итого, как СССР безопасности ООН вывел из подстанции подставки в КНДР оборудование для проведения видеоференции. Госсекретарь США Майкл Фонтелл дал понять, что Вашингтон готов к дальнейшему взаимодействию с Пхеньяном. Об этом сообщил во вторник представитель Госдепартамента Роберт Паладинов, отвечая на вопрос о том, выразила ли Северная Корея заинтересованность в очередном двустороннем саммите США. Как отметил в понедельник радиоинтервью глава Госдепартамента Майкл Фонтелл, он надеется, что президент Дональд Трамп и лидер ХНДР Ким Чо Мэн встретятся в ближайшей эмоции, чтобы сделать существенный шаг в реализации Кевера. Таким образом, США снова дают, что готовы идти дальше, сказал Роберт Паладинов. Вы слушаете новости. Преклужбы Всемирного Радио Киев. Импорт стальных труб большого диаметра из 35-ти Кореи, Канады, Греции и Турции, США являются деньгами. Как во вторник сообщили, что не все по международной торговле США. Заключение комиссии говорится, что два из трех наименований южно-корейской продукции будет отставлено в США по деньгам-левым ценам. Республика Корея и Турция субсидировали свой экспорт. В 2017 году из трех наименований южно-корейской продукции подставила США наименований южно-корейской продукции на сумму 150 миллионов долларов. В феврале нынешнего года Минторговля США установила, что Республика Корея продавала трубы по ценам на 20% ниже реальных, а пола на 20% ниже. Вот и иди, как сообщил представитель правительства Республики Корея, южно-корейские компании могут быть отставлено антигемпинговыми пошлиными в течение 5 лет. Окончательное решение средства о торговле США по этому вопросу будет принято до 15 апреля. Президент Республики Корея Мунджин встретился в среду с бывшими руководителями правительства, чтобы узнать их мнение о способах стимулирования экономики. В администрации президента собрались 8 бывших высших чиновников правительства и экономических экспертов, в том числе бывший премьер-министр Чонг Чан, а также бывшие управляющие банком Парнии Пакцин и Инджинцу. Политика экономического роста, основанная на росте доходов, в последнее время подвергается серьезной критике, как и стороны работодателей, как и работников. Руководители компании утверждают, что повышение минимальной заработной платы затруднило ведение бизнеса, а рабочие жалуются на фактическое сокращение их доходов и заводов действий в 32-часовой рабочей неделе. Встречаясь в понедельник с представителями общественных организаций, президент Мунджин признал ряд неудач в экономической политике. Азиатский банк развития ведет в северный прогноз роста южнокорейской экономики на этот год до 2,5%. Это на 0,1% меньше, чем прогноз, опубликованный в декабре. Экономический рост на 2020 год прогнозируется также на уровне 2,5%. В марте организация экономического сотрудничества и развития сократила прогноз роста южнокорейской экономики на этот год с 2,8% до 2,6% в связи с замедлением роста мировой экономики. Эксперты Азиатского банка развития относят к основным рискам для экономики и торговые трения между США и Китаем, а также неопределенность в отношении планируемого высшего Великобритании из Евросоюза. Южнокорейские валютные резервы в марте увеличились. Как сообщили в среду, банки Кореи по состоянию, на конец прошлого месяца их объем состоял 405,250,000,000,000 долларов. Это на 580,000,000 больше, чем в феврале. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, номинированных в иностранных валютах, а также на рынках власти Международного валютного фонда специальных прав заимствования и золотых листов. Нынешний рост связан главным образом с увеличением операционного дохода от активов в иностранной валюте. В марте курс доллара США вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом курс евро понизился на 0,3%, а японские иены на 2% по отношению к доллару. В конце января Республика Корея занимала 8-е место в мире по одному полиции. На тему дня. Комментарии главной новости. Сегодня в основном выпуске новостей мы возвращались к тем, которые произошли на острове Чейджудо 71 год назад. Более подробно, как Настя. 3 апреля представитель Министерства обороны Республики Корея выразил глубокое сожаление по поводу кровавого подавления обосстания на острове Чейджудо, которое произошло 3 апреля 1948 года до 21 сентября 1944 года. Это первое заявление военного ведомства, которое касается данного инцидента. В ходе его вооруженного подавления погибли мирные жители. Долгое время об этом инциденте практически не говорили, и лишь после того, что в январе 2000 года был принят специальный закон о расследовании причин гибели мирных жителей, он получил широкую огласку. Согласно закону, 28 августа того же года приступила к работе специальная комиссия по расследованию причин гибели жителей и их реалитации. И что же установила комиссия? Комиссия установила, что восстание началось 1 марта 1947 года во время митинга по случаю 28-й годовщины 1 мартовского движения за независимость. Тогда конный полицейский задавел ребенка, что вызвало процесс местных жителей. В ответ полиция отвергла судьбу. Два стихи было решение не успокаивать волнение, а ликвидировать левые лимонки, что вызвало еще более серьезную реакцию народа. Трудовая партия Южной Кореи организовала вооруженные отряды, которые 3 апреля 1948 года напали на 12 с полицейских участков. В ответ властье начали действовать еще более жестоко. Эскалация инцидента привела к массовой гибели мирных жителей. Дело в том, что вооруженные отряды нападали на деревни для обеспечения продовольствия и мотивации жителей в своей ряды. Карательные отряды беспословно расправлялись с участниками восстания и сотрудничествами с ними местными жителями. 17 октября 1948 года был введен запрет на передвижение во влетенних и горных районах острова, за исключением 5-километровой береговой линии. Крапроливие продолжалось и во время Тарийской войны. Правда, с 1953 года вооруженные отряды насчитывали лишь примерно 60 человек, а к началу 1954 года не более пяти человек. Ну и когда же завершилось это восстание? 21 сентября 1954 года считается днем завершения инцидента на острове, поскольку в тот же день был полностью снят запрет на передвижение по его территории. Правда, последний один член вооруженного отряда был арестован лишь 2 апреля 1957 года. Из давлений местных жителей, поданных после начала действия специального закона о расследовании причин гибели мирных жителей, количество жертв превысило 14 тысяч человек. Однако их число на самом деле может быть больше, поскольку у многих либо не было родственников, либо на момент вступления закона в действии все они умерли. Точно известно, что в ходе подавления восстания на острове Чешдо погибли около 180 военнослужащих и 140 полицейских. Ну а нам следует чтить память этих людей, не забывать о жертвах тех кровавых событий, а самое главное, нужно стараться и допустить повторения таких инцидентов в будущем. Ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи КостПИ составил по итогам торгов 2200,25 пункта, он повысился на 26,09 пункта. Индекс акций высокотехнологичных компаний КостДАК повысился на 9,73 пункта, составил 749,30 пункта. Малютные курсы следующие 1134 вон за американский доллар, 1272 вон за евро, 1017 вон за 100 японских йен, 17 вон за российский рубль. Всего летная погода ночью до плюс 1, днем до плюс 13 градусов. Это были основные события сегодняшнего дня. Силу в сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск передачи «Силу в сегодня», в котором мы знакомим вас с жизнью торейцев и событиями, происходящими в Тореи. Законная именно Ким, а за режиссерским пультом Аня. Сегодня в выпуске «Почему богатые люди редко жертвуют?» Ступил в силу запрет на полиэтиленовые пакеты в супермаркетах. Вокруг света за пару дней. Тогда наши дома наконец-то умирают. В заключении вас ждет еженедельный выпуск «Новости шоу-бизнеса». В марте 2019 года господин Кимбонс, генеральный директор и основатель фирмы «Вова Брод», добившийся огромного успеха благодаря своему приложению для быстрой доставки еды на дом, пожертвовал около 200 тысяч долларов благотворительному фонду на лечение работников служб доставки, получивших травмы при исполнении служебных обязанностей. Тем самым он всего за полтора года выполнил обещания, данные им публично в октябре 2017 года. Если вам господин Бонджина, в Корее богатые люди гораздо реже занимаются удовлетворительностью, чем, к примеру, в США. Раньше его узнало, почему в стране нет тех гейцев и сутербергов, но теперь он на своем опыте понял, в чем проблема. Во-первых, сложна сама процедура. Сначала господин Бонджин хотел создать фонд и через него целенаправленно распределять средства. Однако для создания такой организации требуется выполнять очень много сложных условий, да и люди вокруг начали подозревать его в попытке уклонения от уплаты налога. В результате он решил просто дать деньги уже существующему фонду. Скорее всего, из-за таких сложностей и подозрений, многие люди не жертвуют денег на удовлетворительность. Еще одним фактором является существующая в Корее структура управления акционерным обществом. Когда господин Ким Бонджин собрался продавать свои акции, другие акционеры стали отговаривать, мол, подожди, пока фирма прахнет, а то так только ослабишь руководство. В США, например, действует дифференциация прав голоса, при которой самые старые акции, которые держит основатель, имеют больше веса, чем те, что вышли позже. Поэтому риска потери власти особо нет. Бонджина, то есть на рынке Юго-Восточной Азии. Там люди уже и без того мало готовят, потому что жар плиты вдобавок к жаркой погоде трудно выносить. По мнению миллионера, следующее поколение вырастет на еде, заказанной, а неприготовленной мамой. Скоро в Корее заработает след автономных роботов, и стоимость доставки упадет от 3 долларов до 50 центов. Каждый подумает дважды, прежде чем включить плиту. Господин Ким Бонжин в свои 43 года считается молодым директором. Этого эксцентричного бизнесмена полюбили из-за того, что он старается делать лучше и на рабочем месте. В 2015 году он потратил последнюю неделю, которая составила 37,5 часов, а в 2017 году 35 часов. И это, по его словам, не предел. Господин Ким Бонжин уверен, что лучше работать меньше и эффективнее. В этом году он открыл курсы для разработки, так как в этих кадрах ему не хватает больше всего. Благодаря харизме создателя Вува Брос на 50 лет прислали заявки более тысячи человек. Господин Ким Бонжин намерен сделать все возможное, чтобы одним предоставить работу, а другим дать реальные навыки, которые будут востребованы и в других компаниях. С 1 апреля в крупных супермаркетах и торговых центрах Кореи введен запрет на использование одноразовых пылиэтиленовых пакетов. Таким образом занимаются соответствующие законы о сокращении использованных ресурсов и повторной переработке мусора. Новые правила вводятся по всей стране. В случае их нарушения будет взиматься штраф в размере 2600 долларов. Представители Министерства экологии с января по март этого года проводили ознакомительные работы с сотрудниками магазинов и супермаркетов. С вступлением в силу новых изменений возникли некоторые противоречия, связанные с использованием бумажных пакетов. Дело в том, что в супермаркетах запрещены к использованию бумажные пакеты с утрофиолетовым отравлением, предназначенные для транспортировки некоторых видов продукции. При этом под запрет не попали полиэтиленовые пакеты емкостью более 50 литров. Также полиэтиленовые пакеты разрешены в случае, если в них помещены неочистенные овощи и замороженные продукты. По оценкам Министерства экологии, такие меры помогут сократить использование полиэтиленовых пакетов не менее чем на 2 миллиарда единиц в год. КБС, ВОЛД РАДИО Нередко у нас нет времени и свободных денег для того, чтобы провести отпуск за границей. Однако, если вы живете в Корее, у вас есть отличная альтернатива посетить места, в которых можно головой окунуться в экзотические культуры и забыть, что до офиса всего день езды. В городе Асани провинции Чунчон-Намдо находится так называемая Средиземноморская деревня. На месте старого виноградника местные жители соорудили 64 дома с голубими крышами и стенами пастельных цветов, разбив их на три группы Санторини, Парфенон и Прованс. Здесь много уютных ресторанчиков, сувенирных лавочек и даже мастерских. Ночью, в ясную погоду, очень хорошо увиден Млечный путь. Неподалеку находится ботанический сад, где собрано свыше трех тысяч растений со всего мира. Весной в теплицу можно войти через арку из красных бегоний. Здесь есть небольшие тематические сады с прудом и лабиринтом. А теперь перенесемся на ближний восток. В Сеуле, в районе Итыво, находится главная мечеть Кореи. На прилегающих улочках можно найти немало ресторанов и магазинов халяльных языков. Ближневосточная экзотика в этом месте гармонично переплелась с духом старого Сеула. Вывески на иностранных языках висят на стенах ветких домиков, некоторым из которых уже более полувека. Также неподалеку можно почувствовать себя ненадолго в Европе. Здесь есть улица антикварных магазинов со старинной европейской утварью и предметами быта, а также множество оригинальных несетевых кафе. Меломаны найдут здесь немало магазинов, где нужно купить и послушать музыку на оптических дисках и даже редких мини-грамм-пластинках. Город Асан, провинция Тюнгиболч, это самый многонациональный в Корее. По состоянию на январь этого года там проживали 86 тысяч выходцев из старских мест стран мира. 21 тысяча из них компактно расселилась в районе Вон Гог, который даже нарекли мультикультурным. Здесь можно совершить настоящее гастрономическое путешествие по странам Африки и Юго-Восточной Азии. В городе Чунчуни, провинции Канван-До, можно найти кафе-музей культуры Эфиопии. Это своего рода мемориал эфиопии, пожертвовавшим своей жизнью в годы Корейской войны. В уезде Путонгун, провинции Чолан-Нан-До, сохранился известный битийский храм Тевон-Са в тибетском стиле и музей тибетской культуры. На последок в уезде Нанхагун, провинции Чонцан-Нан-До, можно найти так называемую немецкую деревню. Она построена из немецких материалов по традиционным немецким технологиям корейскими работниками, которые вернулись на родину после того, как в 60-70-х годах выехали в Германию, чтобы трудиться там на благородины в качестве шахтеров и медсестер. Здесь много мастерских и ресторанчиков, где нужно отведать отменного немецкого пива сосисками. На окраине деревни раскинулся большой сад, который разбит на несколько участков, каждый из которых оформлен в своем собственном стиле – французском, американском и японском. Представьте себе, что вы моете на кухне посуду, и вдруг вам понадобилось переключить канал на пульсе телевизора. Руки мокрые, прерывать работу, искать полотенце, потом пульт дистанционного управления – это не совсем удобно. Нет, лучше уж домыть, а потом заняться телевизором. А вот если ваш дом умный, то такой дилеммы просто-напросто не возникнет. Достаточно приказать умные колонки, и искусственный интеллект сделает все как надо. Точно так же можно заказать себе обед, не вставаясь в кровати. Все эти сценарии мы уже неоднократно видели в рекламных роликах, однако в реальности умный дом с дружественным искусственным интеллектом пока еще очень редкое явление. Причин тому несколько. Во-первых, высокие цены. Умная колонка от Google стоит до 150 долларов. А ведь умной должна быть не только колонка, но и каждый прибор, которым вы хотите с ее помощью управлять. И тут мы сталкиваемся со второй проблемой. Каждый крупный производитель бытовой электротехники и электроники пытается сделать именно свою платформу стандартам. В результате, если вы купите холодильник от Samsung, телевизор от LG, колонку от Google и увлажнитель воздуха от последнего перспективного стартата, то вам понадобится установить себе как минимум четыре разных приложения, а управлять всеми этими приборами через одну колонку, скорее всего, не получится. Такое явление вполне естественное для новой сферы. Нечто подобное уже происходило в свое время на рынках компьютеров и мобильных телефонов. Последний странь развития умной экосистемы дома – появление у умных колонок специального экрана. Как показала практика, многие вещи на словах объяснить сложнее, чем на экране. А ведь есть еще и ошибки в распогнавании речевых каналов. В первом полугодии Google начнет поставлять скорее колонки нового образца под названием Google Home Hub. Компания SK Telecom, KT и Samsung Electronics также предложат свои разработки уже в ближайшие месяцы. LG недавно выпустила умный телевизор. Он позволяет управлять бытовой техникой через меню на экране или микрофон, встроенный в пульт дистанционного управления. Samsung Electronics сейчас продвигает свой кондиционер с умной системой New Bigsby. Обе фирмы уже продают умные холодильники с экраном. Преимущество холодильника перед остальными приборами в том, что он практически никогда не выключается. Хотя на этом рынке и сейчас разворачивается ожесточенная конкуренция. По большому счету все эти умные расстройства в совокупности сформируют систему умного дома. Одно из преимуществ умной техники, которая становится все более актуальным, это упрощенное техническое отсутствие. Так как приборы уже сейчас способны себя диагностировать, а в перспективе смогут еще и самостоятельно заказывать себе ремонт и запасные части. Заходные производители, заходные рынки с тетями розничной торговли, чтобы сделать процесс доставки товаров на дом максимально эффективным и доступным. Так компания LG Electronics заключила договор о сотрудничестве с розничной сетью GS Retail. Учитывая темпы развития, объемы инвестиций и интенсивность конкуренции на этом рынке, возможно по-настоящему полный и доступный дом уже не за горами. На этом у меня на сегодня все. Далее вас ждет очередной выпуск еженедельной рубрики «Новости шоу-бизнеса». Для вас прозвучит песня под названием «Прощай» в исполнении Чан Гэн Сока. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok